Привет, друзья мои, с вами я, Олеся Медведева, и, по-моему, позавчера в итоговом выпуске мы с вами частично уже обсуждали интервью, которое городской голова Одессы Геннадий Труханов дал итальянскому изданию Курьера де ла Сера. Он там разоткровенничался и попал в скандал, а потом дал заднюю, как говорится. Но перед этим в интервью, помимо прочего, Труханов дал свою оценку войне, ее ходу, ситуации внутри страны, в Украине и в Одессе. Во внутренних вопросах Труханов призывал к сдержанности, а вот одно его заявление прозвучало довольно-таки радикально и стало ну прям просто сенсацией. Труханов произнес вслух то, о чем в Украине сейчас мало кто решается сказать. Он сказал, что для окончания войны нужно идти на переговоры, что прямо противоречит, как вы понимаете, основному курсу представителей украинской власти. Разберемся же в подоплеке его заявлений, несмотря на то, что он потом вообще от всего открестился, сказал, геть оккупанте, полностью запретили в Одессе преподавание русского языка. Но все равно с какой-то целью Труханов дал это интервью итальянскому изданию. Я очень сомневаюсь, что итальянские журналисты сидели и выдумывали что-то из своей головы, там и записывали в качестве слов Труханова. И получается, что россияне звонили журналистам Курьера де ла Сера, говорили, а вот напишите, что Труханов вот так сказал и вот так. Ну в общем сложно представить, как бы это могло быть. Тот момент, что Труханов против сноса монумента Екатерине мы с вами уже обсуждали. Так что идем дальше по заявлениям. Мэр Одессы заявил, что верит в победу Украины, но считает, что нужно возвращаться к переговорам с Москвой. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, очевидно. Я мечтаю вернуться к нашим границам 1991 года, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы и избегать конфронтации. Также он по сути обозначил то, что по его мнению децентрализация это хорошо, когда регионам на местном уровне предоставляется больше власти. А Зеленский не слушал вот такие предложения до войны. Труханова, кстати, после этого интервью сложно назвать человеком, который любит или в восторге от Путина. О нем он высказывается довольно негативно. По мнению мэра Одессы, Путин больше не мыслит как прагматичный политик, а является монстром, продуктом советского режима и КГБ, решившим восстановить имперскую Россию. Если бы он оказался загнан в угол, он мог бы даже запустить атомную бомбу. Я надеюсь, что его генералы предотвратят это, сказал Труханов. Но на это и другие подобные заявления мало кто обратил внимание. Всех триггернуло слово переговоры с Москвой. И зрада запустилась довольно большая. В своем телеграм-канале депутат Одесского горсовета от Евросолидарности Петр Абухов, который в 2020 году проиграл, кстати, выборы мэра Труханову, написал, как можно искать компромиссы с тем, кто хочет тебя изнасиловать, убить и украсть стиралку. Эй, шесть месяцев войны не показали, что договариваться можно только после сокрушительного поражения на поле боя. С такой точкой зрения не нужно было устраивать хлопок в Новофедоровке и Севастополе, пока идут боевые действия, говорит, такое неразумно. В офисе президента Труханову ответили словами «подалека». Ну, по сути, все то же самое, переговоры возможны только после поражения Российской Федерации. После всего этого Труханов посмотрел на все, что происходит в информационном пространстве и решил откреститься от своих же слов. И выпустил заявление, в котором свои же цитаты из Курьера де Лассера назвал российским вбросом. Чтобы избежать дальнейших идиотских манипуляций, вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля. В этой истории есть несколько важных моментов. Эксперты из Одесской политтусовки и я, кстати, тоже не верят, что Труханов совсем не понимал, что он говорит и не понимал, какой резонанс это может вызвать. Также очень сложно поверить, что итальянские журналисты такие «а, давайте-ка придумаем какие-то скандальные цитаты Труханову». Если бы это было так, то в своей публикации, да, Труханов же ответил, он бы так и написал, что «эти проклятые итальянские журналисты взяли и придумали мне цитаты на основе российских вбросов». Ну, что-то такое. Наш собеседник в руководстве одной из фракций Одесского облсовета говорит, медийная команда Труханова работает достаточно системно. Не секрет, что он серьезным образом готовится и к выступлениям, и к интервью, так что я не верю, что это оговорка или экспромт. Другое дело, что в «Курьеры» на фразе о переговорах сделали акцент, а потом ее разогнали российские СМИ. Я бы не рассматривал тезисы мэра отдельно. По всей видимости, все сказанное – это часть его новой старой повестки, которую его команда решила продвигать. Труханов мэром Одессы является уже довольно давно, и в принципе он мало ассоциируется с такой ура-патриотической тусовки. Хоть ранее он там частично поддерживал Порошенко, потом не поддерживал, на него заводили уголовные дела, там еще рассказывали, что у него есть российский паспорт. Потом Зеленского он вроде поддерживал, потом снова как-то не поддерживал. Но при этом, насколько я помню, он всегда делал упор на необходимости такого умеренного достаточно подхода в вопросах языка или исторической памяти, с учетом мнения жителей Одессы. И в общем и в целом эта риторика, которая была в интервью, вписывается во все эти рамки. Наш источник в политических кругах Одессы говорит, не исключаю, что он хочет себя позиционировать в этой нише не только на уровне города, но и на уровне страны. Хотя во время войны это опасная игра, и вряд ли он будет играть в нее в открытую. Но после ее окончания может попробовать. А что касается тезиса о компромиссах, то мнение о том, что война затягивается, ее нужно как-то заканчивать, пусть даже и путем переговоров, чтобы не стало совсем плохо, присутствует среди части одесситов. И, наверное, не только одесситов. А Труханов единственный деятель такого уровня, который об этом заявляет. Тоже такой, получается, задел на будущее. Еще один интересный момент в интервью. Слова о том, что Путин не хочет разрушать Одессу. Многие теперь в городе думают, зачем это Труханов заявил и что и кому он этим хотел сказать. Но тут еще такой момент. Труханов сказал, ему за это прилетело. Он вроде как дезавуировал свои предыдущие заявления. Но, тем не менее, люди, прочитавшие это интервью, узнавшие о том, что Труханов вообще дал какое-то интервью, и люди в Одессе запомнили, что он сказал и про мир, и про компромиссы, и про переговоры, и про памятник. Все это усвоилось все равно. Но ВП как бы твитом подалека дали понять, как именно в офисе президента будут реагировать на подобные высказывания. И на любую попытку усомниться в информационно-политическом курсе руководства страны, которое, как известно, отрицает необходимость компромиссов. О переговорах готово говорить только после поражения Российской Федерации на фронте. Политолог Руслан Бортник предполагает, ответ можно прочитать и так, что верховная власть свою позицию по переговорам озвучила, и нечего региональным начальникам лезть не в свое дело. Также Бортник считает, что офис президента никому не даст из региональных элит перетягивать одеяло на себя, пусть даже и в вопросах переговоров и каких-то компромиссов. Если что-то решат, менять в текущей повестке, то это должен будет делать только один, как помните в Горце, выживет только один. Другой же украинский политолог Вадим Карасев считает, что Труханов в данном случае не только, как бы, считай, превысил свои полномочия, высказался о необходимости переговоров и компромиссов, пусть и забрал слова обратно, но тем не менее. Но еще и дополнительно пошел против курса ОП в направлении центр региона. Зеленский же с Ермаком сейчас наоборот, всю вертикаль власти под себя выстраивают, а тут кто-то, как бы, вышел из строя без спроса. Труханов уловил тренд в настроениях западных элит, что нельзя допускать персонификации власти в Украине, ростков, диктатуры. Даже против России Запад не может такого позволить. Обострение отношения офиса Зеленского с региональными элитами укрепляет в этом мнении. Бортник считает, что накал между центром и элитами на местах сейчас снизился, но в теории во время зимы и после нее, непонятно, как мы ее пройдем, ситуация может поменяться. Если начало отопительного сезона будет сложным, а сам он под угрозой, а проблемы лягут на местное самоуправление, конфликт усилится. Тональность требований к власти может ужесточиться, еще одной причиной может стать отсутствие военных успехов. Отдельные регионы будут требовать больше войск, ресурсов, которых власти может не хватать. Если вообще положение Украины не будет улучшаться, то могут появиться строптивые региональные элиты, которые будут декларировать иной, чем у ОП политический курс, который они будут считать более эффективным. Но опять же, если посмотреть на то, как офис президента реагирует на таких строптивых или имеющих кое-какое влияние в определенных регионах, например, там забирают у них паспорта или открывают на них какие-то уголовные дела, то становится понятно, что не просто будет местным элитам, если они что-то захотят сказать поперек, это сделать. А там, как оно будет на самом деле, конечно, посмотрим, поживем, увидим. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы, чтобы не пропускать новые видео. В Ютубе это страна, ее ясно-понятно. В Телеграме наш несменный канал «Политика страны». Тоже подписывайтесь и читайте. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok